Здравствуйте! Вы смотрите программу «Школа здоровья» и сегодня мы поговорим про то, что такое агрессия, механизмы возникновения, зачем она нужна и как с ней справиться. У нас в гостях психологи Марина и Александр Березовский. Здравствуйте! Добрый день! Начну с примера, который известен каждый. Ребенок играет в песочнице, к нему подходит другой и начинает в него кидаться песком. По мнению родителя, со стороны это кажется специальное такое действие и, конечно, малыш начинает плакать. По вашему мнению, какую эмоцию должен испытывать родитель и как он должен поступить? Ведь большинство в данном случае будут думать, что нужно наказать обидчика, чтобы он больше не лез к ребенку. Ну, здесь однозначно, скорее всего, родитель рассматривает эту ситуацию как нападение на его пространство, на его территорию, на того человека, который ему дорог и будет с этой точки зрения и рассматривать. Если мы говорим об агрессии, то мы должны понимать, о чем мы, собственно говоря, говорим. Что такое агрессия? Это некая психическая энергия, которая генерируется в человеке. И эта энергия нужна человеку для того, чтобы удовлетворять свои потребности и как-то расширять пределы территории своего влияния. Это такой эволюционный механизм, скажем, он нами не приобретается. Мы имеем это как данность. В принципе, история человечества подтверждает этот факт. Человек сегодня населяет, в принципе, всю землю, да, и от Антарктиды до каких-то пустынь. Человек есть везде. И это есть такое следствие реализации агрессии, когда нам вдруг становится тесно, мы начинаем друг друга немного напрягать, агрессировать. У нас генерируется эта энергия, и мы начинаем куда-то отходить. Отходить, расходиться, осваивать новые территории, создавать какие-то собственные пространства, да, реализовывать вот эту самую накопленную энергию. Потом там вырастают, скажем, у нас наши дети, которым тоже становится тесто. Мы начинаем агрессировать друг ко другу. Опять происходит некое деление, да, и вот по такому принципу мы распространились по всей земле. То есть агрессия, она позволительна, да, или ее нужно подавлять? Вот, допустим, про себя если рассказывать, я когда не могу сделать какое-то дело, я сама на себя злюсь. И потом, когда вот в нужное русло посылаю свою энергию, то в принципе дело и делается. Я, если позволите, оттолкнусь от той формулировки, которую сказал Александр. Да, если мы рассматриваем агрессию как способ повлиять на ситуацию, как способ изменить ситуацию, и способ удовлетворить свою потребность, то мы не можем тогда, если вот вернуться, например, к той же самой до песочницы, мы не можем рассматривать эту ситуацию только с позиции мамы этого ребенка. Потому что коммуникация, взаимодействие происходит между детьми, да. И в данном случае мама, она вторгается так императивно во всю эту историю и начинает удовлетворять свою естественную потребность защитить. Но существуют еще две вот эти личности. И в данном случае как раз негативная окраска, да, у агрессии, она возникает тогда, когда человек видит только лишь, да, свою потребность, когда он исключает из ситуации чувства и потребности других людей. Когда родитель принимает решение, что ребенку плохо от этого, не давая ребенку, в свою очередь, как-то повзаимодействовать с собой, со своей внутренностью, да, и с тем ребенком, с которым он вступает в контакт, да. Желание защитить своего ребенка – это адекватное желание. Но адекватно ли оно той ситуации, которая происходит? То есть ребенок это должен пережить? Ребенок должен, да, он как-то должен сам понять, что происходит в его ситуации. Потому что, ну, к примеру, откуда у него может сформироваться понятие «это хорошо или плохо?» Вот ему высыпали песок на голову, да, к примеру. Для него это вообще класс, да, а для мамы это, что, у нее сразу стоит грязная голова, надо мыть будет, потом грязная одежда надо стирать будет, то есть это такой дискомфорт для мамы, для нее это однозначно с точки зрения плохо. И плюс мой слабее. Да, потом начинается вот это заступничество, да, некое. И, опять же, это чревато чем? Чревато формированием такой модели поведения «кто сильнее, тот и прав». Да, потом, когда человек вырастает с этой моделью поведения, он уже, будучи в зрелом возрасте, он ведет себя агрессивно, потому что у него сформировалась такая формула. Если посмотреть на классификацию одного из ведущих специалистов Эриха Фрома, он делит агрессию на доброкачественную и злокачественную. Так вот, доброкачественная агрессия по Фрому – это как раз вот эта самая энергия, которая обслуживает жизнь человека, да, которая позволяет ему что-то изобретать, расширять свои пределы влияния, удовлетворять те потребности, которые сегодня у него есть. Через что? Через изобретение каких-то новых способов и механизмов. Ну, весь прогресс, по сути, да, это некая реализация каких-то агрессивных моделей, да, поведения. А вот как раз-таки злокачественная агрессия по Фрому – это та агрессия, которая имеет возникновение, ну, корни своего возникновения как раз именно в социальной сфере, не в природной, не в животной, да, не в той данности, которая у нас есть физиологически, а в приобретенных моделях. Вот как раз-таки вот в неких вот этих реакциях наших родителей на какие-то ситуации, которые мы с вами проживаем. Ну, где вы видели ребенка, которому было бы стыдно за то, что он высыпал другому ребенку песок на голову. Ой, прости, мне так стыдно, я-то, прости меня, я так виноват, и написал целую оду, да, какую-то такую, в духе Гомера, да. Ну, мы же не видим этого, нет, это ему потом кто-то объяснил, да, что вот тот мальчик, он повел себя плохо, он плохой мальчик. Почему? Потому что он высыпал песок, да, и по сути можно тогда всех работников, которые работают там на самосвалах, высыпают песок, подвести под категорию плохие люди, потому что они высыпают песок. А вот есть еще распространенная практика запрета, когда воспитывают девочек, им запрещают злиться, и им говорят, вот, агрессию проявлять это плохо, вот, с таким воспитанием вы согласны? Ну, на самом деле понятие агрессия, оно имеет гендерную нагрузку, да, потому что у нас почему-то принято в нашем обществе думать так, что мальчик, он должен быть сильным завоевателем, защитником, и для него проявление агрессии – это гуд, да, а для девочки это не очень хорошо, потому что она должна производить впечатление хрупкого, слабого создания, которому защищаться совсем не нужно. И, конечно, это формирует перекос, потому что мальчик ты или ты девочка, ты человек. И потребности, которые мы испытываем, да, они не обусловлены только лишь, да, гендером. Это все, это все то, дело в том, что вот, еще раз подчеркну то, о чем говорил Александр, это все нагрузка, которую мы получаем от родителей, мальчик, девочка, как должен вести себя мальчик, как должна вести себя девочка. Но вот когда девочка не может проявлять агрессию в будущем, когда вырастает, она сможет защищать свои границы или это как раз вот… Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет, да, потому что мы формируем потом в дальнейшем способы реагирования и поведения. То есть таким образом мы, во-первых, даем ребенку сигнал, что со мной что-то не так. То есть когда родитель начинает купировать вот эти вот естественные, да, естественные эмоции, потому что когда мы говорим об эмоциях, они здесь и сейчас, они абсолютно адекватны ситуации. Ну, мне холодно, я замерз, я устал, и я поэтому… мне грустно, например, да, или я злюсь, потому что мне наступили на ногу. Ну, то есть это естественные вещи, которые возникают внутри как реакция на действительность, да. И вот это переживание, когда мне его запрещают, когда меня начинают ставить в какие-то рамки, да, вот это приводит к тому, что у меня формируется понимание о том, что я плохой, что мне надо бы натерпеть, что мне надо молчать, что если я хочу быть девочкой, и хочу, чтобы мама меня любила, и чтобы меня все гладили по голове, и все были мною довольны, мне надо вот это, вот это и вот это. И человек как бы задвигает себя, задвигает свои потребности, но дело в том, что они никуда не деваются. А у вас есть советы, как все-таки справиться с агрессией? Ну, тут очень важно понимать, что вот это переживание агрессии, да, генерация этой энергии, и когда она не высвобождается, не переживается, не объясняется, она, по сути, начинает влиять и на наше физическое состояние, да, потому что психосоматику никто не отменял, и вегетативно-нервная система, она сопряжена вот со всей нашей эмоционально-чувственной сферой, и мы потом имеем уже какие-то патологии, да, на физическом уровне. Если взять в качестве практического совета, вот то, чем пользуюсь лично я сам, да, это правило 30 минут, вот когда вы испытываете вот это состояние злости, да, когда у вас начинает генерироваться эта энергия, вот дайте себе 30 минут куда-то вот отойти, или, знаете, вот, ну, не хватать трубку телефона, сразу вот пытаться решить вопрос, как только ситуация случилась, а дать себе 30 минут. Вот если вы начнете практиковать это правило, да, то есть засекать прямо через 30 минут подходить к решению этого вопроса. Но ситуация ведь уже произошла, да, уже все случилось, по сути. Дайте себе эти 30 минут, и вы заметите, что, как правило, ваша реакция и ваш, да, вход в эту ситуацию будет совершенно другой, чем вот тот, который был бы на пике вот этого вот переживания, да, это так, из практических советов. А совет номер два – это границы, да, если мы рассмотрим агрессию в семье, да, это внутривидовая агрессия, папа, дочка, мама, сын, теща, зять, неважно, мы все проживаем, по сути, на одной территории, может, условно, да, в кругу одной семьи, в одном замкнутом пространстве, системе в одной. И мы друг друга где-то, конечно же, раздражаем, да, мы агрессируем друг на друга по естественной причине, что другой – это не я, да, то есть другой позволяет себе делать то, что, ну, не я делаю, да, то есть он живет не по моим правилам, а это всегда человека раздражает, что кто-то другой живет не по его правилам, это раздражает любого человека, да, и это генерирует вот эту самую агрессию. То есть здесь из практических советов, опять же, возвращаясь к границам, границам, да, агрессия с положительной точки зрения, если на нее посмотреть, она позволяет нам эти самые границы осознать, осознать свои границы, где они находятся. И вот мы вправе их передвигать. Ну, вот вы можете передвинуть эту границу немножко дальше, и, по сути, в следующий раз вы не будете агрессировать на своего родственника, там, на своего ребенка или на своего мужа. Спасибо за беседу, спасибо за советы. Вы смотрели программу «Школа здоровья». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова